Здравствуйте, дорогие зрители! Наша интернет-программа – это короткие виртуальные путешествия по Ленинградской области после вдохновения. И где его искать, как не в Гатчинском районе? Здесь находятся и знаменитые пушкинские места, и музей-усадьбы Набокова, а еще поселок Сиверский, дачная столица, где проводили побожие деньки писатели, поэты и художники XX века. Экскурсии по пушкинским местам всегда были популярны у петербуржцев и жителей Ленинградской области. И к югу от города Гатчина таких мест целых три. Всем известно, что Александр Сергеевич Пушкин был правнуком африканца Ганнибала. Крещенный Петром I, Абрам Петрович Ганнибал служил военным инженером. У него был дворянский титул – земли, хозяйство. Про араба Петра Великого, как и про его правнука, рассказано множество историй. Есть факты подтвержденные и сомнительные, есть гипотезы и официальные легенды. И если сложить все вместе, получается простор для воображения. В поселке Сойда находилось одно из многих владений Ганнибала. Именно здесь он стал выращивать картофель первым из российских помещий. Русская земля картошку приняла хорошо, и тенденцию подхватили соседи-аристократы. Говорят, что и цитрус его он пытался выращивать, даже ананасы. Интересно, с успехом ли? Здесь же в Сойде Ганнибал был похоронен, вот только могила его не осталась. Здесь жили его дети и внуки. А одна из внучек, Надежда Ганнибал, обвенчалась в местной церкви с Сергеем Львовичем Пушкиным. Сам господский дом не сохранился. До наших дней в перестроенном виде дожили только хозяйственные и гостевые постройки. Именно в бывшем гостевом доме сейчас находится музей, посвященный этой семье. В пяти километрах к югу от Сойды находится деревня Коврина. Она тоже когда-то относилась к владениям рода Ганнибал. В путешествии по пушкинским местам здесь останавливаются, чтобы посетить домик няни поэты, его вдохновительницы Арины Родионов. Конечно, нельзя утверждать, что подруга дней его суровых жила именно в этом доме. Образцовая крестьянская изба с синями и единственной комнатой была здесь когда-то. Но после реставрации от старой избы осталась только потолочная балка. Жила ли здесь Арина Родионовна с мужем и детьми? Точно сказать нельзя. Скорее всего, крепостная крестьянка Арина Родионовна родилась и выросла в этих краях. Она жила в Сойде и в Коврино. Она присматривала сначала за матерью Александра Сергеевича Пушкина, затем за его сестрой и самим поэтом. Вместе с Пушкиными она переехала в Москву, а потом последовала за поэтом в ссылку в Михайловском. Музейный домик Арины Родионовны нужен как раз для того, чтобы рассказать эти истории. Здесь все еще можно вообразить себе крестьянский быт тех времен и узнать о том, как повлияла няня на творчество поэта Пушкина. Еще южнее, в деревне Выра, находится музей-дом станционного смотрителя. Это один из первых в России музеев, посвященный вымышленному герою. Зато в XIX веке здесь действительно была почтовая станция. И, возможно, Пушкин посещал. Да и фамилия его героя, Уыри, сразу напоминает об этой деревне. Дом станционного смотрителя – это не только память о произведении. Это и попытка представить облик почтовой станции начала XIX века. Обнаружить в нем то, что подтолкнуло Пушкина к созданию повести. Сейчас этот музей закрыт на реконструкцию. Надеюсь, скоро откроется. А пока что можно отправиться дальше. В следующем выпуске мы расскажем еще об одном уникальном музее Гатчинского района – усадьбе Навокова в селе Рождествен. Субтитры создавал DimaTorzok